I have ways of blowing things up. Но я не знаю, где это. Надо будет потом пойти на карте посмотреть. Прикольный такой цвет. Бежевый. Окей, будем называть это бежевым, наверное. Это не катит никак желтый. Ну, может, это песочный, разве что. Так, у нас здесь мосты и обыкновенные поезда. Которые, как известно, самые поездатые. Поезда. Ну, хорошо. Посмотрим, сможем ли. У нас стабильная. Я не знаю, кстати. Наверное, немножечко жаль, что они не сделали такую штуку, как перевести 500 человек, 1000 человек, 1500 человек. Они сделали разные ачивки, за что им огромное спасибо. То есть, иногда ты смотришь, у тебя там ачивка абсолютно неожиданная. А вот. Мы, кстати, не в жесткий какой-то режим вроде играем. Наверное, нет. Но все равно хотелось бы, чтобы были некие вознаграждения за разные степени успеха. Потому что здесь у нас стабильная степень, это 1000. Стабильно 1000, и поэтому во всех ежедневках и во всем ты стремишься сделать 1000, чтобы пройти, как вот, победить, не победить. Ну, то есть, тут победы как таковой нет, вы понимаете, о чем я. А у меня заплетается язык. Сейчас очень поздно. Я даже не знаю, ребятушки. У нас с вами в этот раз метро будет реально очень поздний, хоть и на выходных. Но ваши часы, скорее всего, будут подсказывать вам, что уже понедельник на улице. Поэтому будет как это. Я вчера опять уснул сегодня. Ну вот, да. Итак, суббота-воскресенье приближается. Давайте. Чпоньк. Два моста у меня. Я помню, как в прошлый раз мосты меня подставили. Я бы этого не хотел в этот раз, но, опять же, никто не застрахован, правильно? Дайте скорее локомотивчик лишний. Вот видите, он всех не забирает. Локомотивчик и вагончик. Я не знаю, насколько это целесообразно. Пока что буду делать вот так вот. Если бы внизу сейчас появилась бы, например, какая-нибудь станция, ну, под речкой. Я бы туда сейчас пустил бы какую-то новую линию, пожалуй. Это у нас сейчас, кстати, классическая картина, когда один квадратик, два треугольничка и... Три кружляничка. Ну-ка, дружище, можно будет тебя? Нихрена. Пока что вот так. Это очень глупо тратить вот так вот мост сейчас. Если бы внизу появилась бы станция, вот, над вагончиком, прям, было бы хорошо. Я бы туда оттянул бы, и оно было бы удобно. До сих пор остается один мост всего лишь. Это печаль. Вот, как минимум, поэтому. Как-то, кстати, все глупо получается. Мне бы сюда же, говорю, вниз какую-нибудь круглую линию, и было бы прям хорошо. Давай вот так. Давай вот так. Вот так. Слушайте! А их же ж можно не соединять. Их же ж можно не соединять. Блин, а это, по-моему, я в первый раз сейчас до такой штуки-то додумался. Их же можно не соединять нафиг. Хо-хо-хо-хо! Вот, два моста. Спасибо тебе огромнейшее. То есть, реально, у тебя могут быть две или там даже три независимых линии. Прям какие-то откровения в последнее время. Вон, до меня дошло, например, что можно... Нет, это надо тянуть сюда. Что можно, например, в один поезд напихать два, три, четыре вагона. Я думаю, что четыре сели, все это максимум, но фишка в другом. А тут до меня дошло, что линии-то можно не соединять. Это такое простое решение, но почему-то я раньше этого не делал. То есть, если у тебя есть своя собственная экосистема... С другой стороны, вот, насчет экосистемы. Прикиньте, если на красной линии сейчас появится пассажир, которому нужно на уникальную станцию. Это же будет все. Это будет просто все. Это будет трындец. До появления уникальной станции все было хорошо. Но пока он там не появился, пусть красная линия существует себе отдельно в своей экосистеме. А бежевая пусть живет там. Ой, блин. Сорем. Кстати, пока это даже на удивление работает. Я вижу небольшие перегрузки, которые, типа, могут уже происходить, но пока все терпимо. У нас есть еще и линия, и еще и лишний локомотивчик, и еще и даже вагончик. Так что, потушить пожар, если что, мы сможем. А еще! Зырьте, как можно. Появилась эта станция внизу, и теперь их можно соединить. И если что, с пересадкой возить туда. Все. Идеально. Максимально избегаем. Прямо как цундерра избегает прикосновения противоположного пола, да? Так же мы избегаем прикасаться к речкам и мостам. Мне надо бы, скорее всего, там где-то третью линию сейчас поставить. Потому что становится не очень комфортно. Так, локомотивчик. Да, еще два моста. Да, во! Все, можно немножко расслабиться. Шесть мостов, это прям уже прилично. Давай мы... Вот так вот сделаем. Можем себе позволить. Немножко разгрузим. Бежевую линию. Кстати, тогда... Ох ты ж, ёп, РСТ. Некрасиво, на самом деле. Хорошо, спасибо. Прямо на линии появилось. Даже ничего доделывать не надо. Я думаю, что сейчас, если мне, наверное, предложат новую линию, я, может, и даже взял бы. Ну, там сейчас будут предлагать... Смотрите, если будут предлагать линию и мосты, или линию и вагон, я бы, наверное, взял бы тогда... Ну, вагон был бы в приоритете. Но если линию и мосты, то сейчас я, наверное, возьму все-таки линию. Я это редко делаю, но, по-моему, сейчас это оправданно. А у него один квадрат на развозке посередине. На зеленой вообще нету ни одного квадрата, кстати. А это проблема. Давайте зеленая у нас будет тоже возить на квадрат. Чтобы хотя бы крайняя станция, но чтобы она была своей. И на зеленую надо Отправить второй локомотив. А, уникальная станция, отлично. Черт, линия. Вот так вот сделаем. Сгрузим немножечко. Синюю, наверное, можно будет даже... Отправить вот так. Через уникальные станции. О, еще один квадрат. На, держи. Хорошо, пока это работает. Знаете, что самое печальное? Что вот тебе за неделю дают локомотив. Если ты берешь линию, то линия идет без своего локомотива. Она идет пустая. И если ты ставишь новую линию, она забирает тебе твой недельный локомотив. Получается, ты из двух бонусов получаешь только один всего лишь. Это прям... Ну, жаль. Так, кругляшок. Ну, кругляшок, я думаю, мы справимся, по идее. Мне почему-то, на удивление, сбалансированно выглядит сегодняшняя карта. Возможно, я ошибаюсь. И сейчас все просто сгорит в бездне, но пока что это выглядит нормально. Смотрим, как она будет. У нас суббота. Посмотрим, что нам сейчас игра предложит. Игра предложит... Пойти нафиг. Давайте красную линию немножко в эту сторону раздвинем. Да, там только один локомотив, он обслуживает четыре остановки, ну, четыре станции. Пусть он будет пятую обслуживать. Сейчас посмотрим, что нам в воскресенье предложат. У нас есть одна перегруженная станция, я ее уже вижу, вагон хочу, пожалуйста. Я тебе для чего вагон-то дал, дружище? Зеленому нужен еще один вагончик. Они просто, чтобы массово справлялись. Да, зеленый развеист очень много. И у зеленого нету доступа к... Зато сейчас будет доступ сюда. Пока что получается балансировать. Давайте на зеленый кину еще один локомотив и еще одну станцию. Он сейчас будет зеленый справа. Он будет, да, доезжать. Не говори мне, что ты будешь сбрасывать на ромбе на пересадку. Нееет, да? Он их тупо сбрасывает на пересадку. Ну ладно. Оно сейчас будет как снежный ком. То есть, чем больше и быстрее будет появляться танц, тем, в принципе, больше пассажиропотоки, больше мы будем перевозить. Вот, смотрите. Что-то написано на китайском, скорее всего. Значит, это где-то в Китае. Седьмая неделя. Два моста. Да, пожалуйста, давайте. Что новая линия мне сейчас не нужна. И она, опять же, у меня заберет единственный локомотив, который есть. Поэтому... Вот этот отсюда много забирает. Здесь много выхлопа. А, он туда всех забрал, прикиньте. Уникальная станция, супер. Так, что нам нужно тут развозить? Тут квадраты, тут кругляшки. Нужно, чтобы он кругляшки тоже забирал. Продлим немножечко станцию, чтобы он мог скидывать их там тоже в конце и развозить дополнительно на уникальную станцию. Видите, вот сейчас он впитал кругляшки, бежевые внизу, и поехал развозить их. Хорошо. Сейчас он будет ехать на обратном пути и тоже забирать кругляшки, потому что это самые массовые пассажиры сейчас. С зелеными проблемы, да? Так, локомотив и вагон, пожалуйста, да. У нас начинают появляться уже физические проблемы с доставками. На красный можно пихнуть. Нет, на красный пока не буду пихать. На зеленый, опять же, я тоже не могу больше ничего запихнуть. Но он сейчас двойной будет идти, он сейчас заберет, окей. То, что они там собираются, мне не нравится. Нам надо будет на зеленую больше вагонов, чтобы они увеличили пассажирный поток. И на бежевую, кстати, тоже. Пока у нас проблемы там, основные. Ну, бежевый, смотрите, ходит прям забитый весь. Ну, сколько сейчас двойных? Раз, два, три. Три штуки двойных. Да, нам нужны вагоны. Причем достаточно срочно, чтобы проблема не накапливалась. Блин, подождите, а он их сейчас просто будет тогда сгружать? Сейчас посмотрим. Пока что самый перегруженный. Зеленый мы разгрузили немножечко. Самый перегруженный сейчас выглядит бежевая ветка. Там ей прям плохо. Надо посмотреть, что можно сделать, чтобы ей помочь. Красная. Пока что. Этот забрал квадратика и буквально через две станции их высадит. Красотища. Так, синий. Синие проблемы. Ты их заберешь оттуда или нет? Локомотив. А, переход. Не, вагон. Извиняюсь, ребят, но вагон. Ну, почти всех забрал оттуда, да. Тогда... На синюю ставим еще одну. А вагончик посмотрим сейчас, куда мы придержим. Может, вагончик, кстати, на бежевую у нас два с вагончиками уже бегает. Может быть, на синюю надо будет закинуть. Давайте на синюю закину. Окей, без проблем. Подходим к тысяче. Хорошо, хорошо, хорошо. Но надо больше. Старс. Старс у нас до сих пор еще не было нигде. Бежевую, наверное, надо бы замкнуть. Чтобы поезда могли просто в любую сторону ехать и раскидывать, и было бы хорошо. Зеленый позабирал немножко, и там, я надеюсь, что сейчас бежевый тоже поможет немного. Синюю давай вот сюда продлим. Да, этот сейчас заберет все треугольники. Хорошо. Буквально, в следующей станции сгрузят два вагона людей, класс. Сорян, надо что делать с красной, потому что красную. Я потихонечку растягиваю, 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 и она уже не бесконечна. Вот, так что нам надо как-то решать этот вариант, поставить туда хотя бы какой-то локомотив или что. Мне просто и так вроде как хватает, куда закинуть. Есть локомотив, и давайте переход возьму. Локомотив, на зеленый я не могу закинуть еще один локомотив, да? Давайте на красный второй поставлю. Блин. А мне, чтобы не проиграть, придется там ставить синий, что ли? Нет, фух. Ну, в смысле, я мог бы там сейчас поставить переход, дал бы мне больше пропускную способность, но я не хотел бы на таком отшибе ставить переходную станцию. Сейчас синий-то обратно будет ехать, он их заберет. Тут, туда впихаются абсолютно все, это будет нормально. Сразу два поезда разгрузились, вгрузились, такие, чего? Опять бежевые линии фигово. Ну, то есть синяя только что страдала, а бежевые фигово стабильны. Так, раз мы туда кинули второй локомотив, можно туда подкинуть еще одну станцию, ничего страшного. Вот, этот понабрал кругляшей, и сейчас он отсюда тоже кругляшей заберет две штуки, и все. И у него места нет. Зато с этой станцией практически всех спылесосили. Ну, что ж, более-менее пока что. Кругляшами забито очень много, вот проблема в чем. Локомотив, вагон, пожалуйста. И там все равно перегруз, зырь. Забери оттуда хоть пару человек. Блин, скорее забери с этой станции людей, там сейчас все лопнет. Всех сгребай, просто подчистки. В смысле у меня там станция появилась, мне никто не сказал. Вы что, долбанутые, что ли? Офигеть! Я туда только поставил это, и туда сразу же буквально кинулись. Давай, если ты тоже будешь развозить. Блин, а на следующей станции уже трындец. Пока этот загружался, на следующей станции приехали там тоже просто уже завал-отвал. Не сгружай! Этот квадратный. Он проезжает насквозь, но он, по крайней мере, здесь заберет хоть что-то. На зеленой станции просто капец какой-то. Дайте вагон еще один. Там прям люди реально не справляются. Суббота. Вот здесь, на обратном пути, надо попробовать успеть забрать. А, ну он полностью всех сб... Не надо мне их перегружать куда-то, пожалуйста. Блин, он просто сюда все сгрузил. Мне пришлось поставить там это так, локомотив и два моста для них сейчас бесполезно. Я на синюю могу еще один поставить? Видите, этот двойной просто пошел мимо. Этот двойной просто пошел мимо. Ну все, да, я тут уже ничего не сделаю. Там уже в три линии пошло. Не, все, вот эти станции, они одновременно, вот эта сейчас посередине лопнет. И та верхняя тоже. Ну, в принципе, ладно. Ух, 1730 пассажиров внезапно. Я где-то на 1200 перестал считать 1300. Нормально, нормально. Хорошо. Ну, посмотрим. Я еще и в неплохой категории оказался. За половинку. Конечно, до топчика далеко, но... В общем-то, вот такой чунцин получился. Давайте-ка посмотрим, что мы сегодня можем попроходить. У нас есть Барселона и Осака. В Осаке будут скоростные поезда, но у нас там уже есть рекорд. Есть стоп-гольм. Стоп. Сток-гольм. Стоковый. Поехали в Барселону. Гонконг в прошлый раз мы с вами заруинили. Я так не переиграл, как обещал. Вот, но когда-нибудь руки дают. Но у нас пока есть во что поиграть. Вот. У нас здесь как минимум Барселона, поэтому... Поехали попробуем. Сразу же одну закольцуем. Тут у нас тоннели. Не мосты, а тоннели. Ну, хорошо, в принципе. Извиняюсь. Так. Тут у нас красное, фиолетовое и зеленое. С цветами проблем никаких не будет. Путаницы никакой не будет. По крайней мере. Ты знаешь, дадут какой-то цвет, и ты сидишь размышляешь. А какое это? А что это? А как его назвать? Тут у меня тоннель уйдет, да? Ну, то, чтобы... Да. Тогда делаем вот так. Чтоб на все везде хватало. Это немножечко подстава. Когда тебе поезд приезжает и просто загружает... 100-500 пассажиров на какую-то платформу, где сейчас подъедет маленький локомотивчик, даже без лишнего вагона, такой, на тебе 15 человек. Ну, я понимаю, что, скорее всего, этот косяк-то как раз мой, но учитывать такие вещи достаточно тяжело бывает. Кстати, вот я смотрю, что вам нравится, в принципе, эта игра, что вы смотрите. У кого из вас возникало ощущение просто вот рука-лицо, когда кто-то видит мой геймплей, и я такие, чувак, что ты делаешь вообще? Вот. Потому что... Приятно, конечно, видеть хорошие комментарии, но было бы интересно и приятно почитать, если я какие-то ошибки совершаю, прям такие классические, которых, наверное, уже не стоило бы совершать, но я их продолжаю упорно делать. Может, есть какие-то вещи, которые вы считаете, что мне нужно было бы к этому моменту уже знать. Поэтому, если что, пишите, не стесняйтесь. Было бы интересно услышать мнение. Так. Локомотивчик, вагончик, тут все пока что по классике. Вот это можно кольцевую сюда потихонечку растягивать на такие станции. Если по кольцевой буду пускать поезда, то, скорее всего, их буду пускать в противоположных направлениях. Ну, опять же, будем посмотреть. Ну, вот к фиолетовой подкралась еще одна. Вот эта часть, вот этот массив справа, он меня немножечко тревожит. Я не знаю, как и что там может появиться. Станция, скорее всего, будет уходить или вверх, или влево. Ну, или вверх и влево. Ну, посмотрим. Опять же, не буду загадывать. Ну, смотрите. Фиолетовая веточка у нас начинает потихонечку испытывать некие неудобства, потому что вот он взял, и уже 6 человек получил оттуда, и все. Пока справляется, но уже в притычок. И опять же, с одной стороны у нас располагаются круглые станции, с другой все остальные. То есть нужно перевозить людей оттуда сюда. Логично, логично. Кстати, я, в принципе, почему я на эту игру изначально клюнул, мне очень нравится как таковой метро, метрополитен, трамвай и вся эта тема с транспортом. Но так уж получилось, что в тех городах, в которых я когда-либо жил, было вот все, что угодно. Были и троллейбусы, и автобусы, и фуникулер, и фуникулер на рельсах, и фуникулер воздушный, и все, что хочешь. Но никогда в том городе, где я жил, никогда не было прям реально метро-метром. Поэтому, когда я езжу куда-то по делам или по работе, то, получается, стараюсь, ну, не то чтобы стараюсь, приезжаю в какое-то место, если в этом месте, в этом городе есть метро, то я обычно радуюсь, потому что у меня есть возможность ознакомиться с местными станциями, и, в принципе, насладиться этой атмосферой. Кстати, не знаю, как оно получается так, но вот лично у меня такое ощущение, что толпа в метро и толпа в автобусе ощущаются очень по-разному. Пишите, что думаете, потому что я, в принципе, если в автобусе какой-то час пик, ну, имеется в виду, что, конечно, так человек ездит на своей собственной машине, но когда ты ездишь куда-то в командировке или что-то такое, далеко не всегда получается взять с собой свою машину, потому что или там будет проблема с парковкой, или ты просто не хочешь заморачиваться, ехать далеко, поэтому, особенно, когда я буду точно знать, что еду в какой-то город, в котором есть метрополитен, я точно не буду ехать туда на машине, чтобы можно было насладиться такой прелестью, как метрополитен. Однако, я же говорю, что час пик в таких местах, он ощущается очень сильно по-разному. Мне кажется, что в метро он не настолько ужасен, если такое возможно вообще. В общем, опять же, интересно узнать в том городе, где вы живете, есть ли там метро, и как оно для вас ощущается. Потому что, возможно, для вас оно является чем-то обыденным, и вы к нему привыкли, и для вас оно не составляет, собственно, ничего интересного. Вы просто каждый день им пользуетесь, и, возможно, думаете, черт по его подери, когда вы едете там куда-то на учебу, или на работу, а для меня это больше как аттракцион. Четвертую неделю мы дожили, получаем мы два тоннеля, которые, скорее всего, возьму. Хотел бы вагон, но, блин, нет. Я лучше пущу сюда третий локомотив. Хе-хе-хе-хе, вы чё? Ну, это, в принципе, стандартная классическая история. С появлением уникальных станций становится уникально фигово абсолютно всем. Я думаю, что моя проблема как раз в том, что я... загружаю какие-то две линии чересчур, остальные мне уделяют достаточно внимания, но у меня просто не хватает ни локомотивов, ни вагонов, для того, чтобы массово обслуживать там три или четыре линии подряд. Тут и так в одну линию ПК запихаешь максимально, и то не максимально, там четыре локомотива максимально, ну а сколько ж вагонов туда ещё можно напихать? Ты там по одному напихал и радуешься. На мой взгляд, вот эта штука немножечко неправильная, потому что, ну, вагонов чрезвычайно мало дают. Мало того, что они рандомны, то есть ты ещё не факт, что получишь за неделю вагон, так их ещё дают по одному, и это, ну, прям мало. Поэтому в этом смысле мне кажется, что немножечко несбалансировано. возможно, я наговариваю, но всё же. Есть такое ощущение. Кстати, трамвая тоже нету, жаль. Мне тоже очень нравится трамвай. По нальщину какую-то говорю, скорее всего. То есть, ну, нельзя... Жизнь, блин, на зелёном. Кстати, я провтыкал там проблему. На зелёном до сих пор один ездит, офигеть. Давайте скорее, воскресенье. Вот, локомотив, вагон. Пошёл. На, 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 не жадничай. Ты тоже на. Так, по-моему, пора раздавать вагоны. Вот. Отойди сюда. Во-первых, красному ещё один вагон. На тебе ещё одну станцию. Раз ты получил вагон, вообще у тебя всё хорошо в жизни будет. И я думаю, фиолетовому тоже нужно отдать один вагончик. Потому что они прям очень много таскают. Зелёный во многом пересекается. Поэтому на зелёный у меня, типа, да, два локомотива, но и его подстраховывают во многих местах. То, что двойные ходят вот так вот загружены, это немножечко напрягает, наверное. То есть он сейчас, конечно, квадратных выгрузит там, а круглых выгрузит здесь, за две остановки. Но всё же. Пойдём сюда вниз. А фиолетовый попробую уже быть вверх закинуть. Посмотрим. У нас проблема с плюсиком. Потому что зелёному... Блин, ещё один тоннель придётся использовать. Зелёному приходится постоянно закидывать туда чуваков красному и зелёному. Ну, видите, он сейчас заберёт два только. И всё. И он дальше поедет. Ну, блин, неприятно. Хорошо. Тимоби... Мобилитат. Мобилитат. Пятьсот пассажиров перевести. Вроде пока что работает. Нам надо как-то спасать зелёную линию. Сейчас посмотрим. У нас там два локомотивчика маленьких отдуваются, а линия достаточно длинная. Хоть и с пересечением с другими линиями, но всё равно. И мы сейчас туда ещё одну подкинем. Давайте на воскресенье на этот локомотив. Я его закину на зелёную. И вагончик, скорее всего, тоже пойдёт, опять же, на зелёную. Сейчас проверим. Я тут поехал, загрузил, поехал, разгрузил. Нормально. Я не то хотел сделать, я хотел сделать вот так. Вот так вот сделать. Сейчас этот тройничок. О, с двумя вагонами, ну типа, тройный локомотивчик, это прям тема. Смотрите, сколько в него можно впихнуть. Блин, на красную надо ещё один с тремя, значит. Если получится сейчас. Подожди, по фиолету? По фиолету ездит два. Давайте лучше распределим вот таким образом. Два двойных, там будут два двойных. Ну что, мне кажется, это будет более эффективно. И давайте вот так вот тогда тоже сделаем. Сюда у нас пойдёт... Ай, к доске у нас пойдёт красный. Я знаю, что красный сейчас будет перегружение немножечко, но я буду потихоньку сейчас ему давать помощь. Потому что на красном у нас... Офигеть! Начали появляться такие вот вещи. Ну, по крайней мере, сейчас квадратик он может загрузить. Внизу у нас прям завал небольшой. Давайте, в воскресенье я получаю локомотив и буду разгружать красную линию, я так понимаю. Тун-тун-тун. Видите, он идёт транзитом через три станции, потому что там только круглые в конце. Это вообще трындец. У меня последний туннель остался. Не, беру вагон, иначе... Иначе мне уже вообще никакой туннель не понадобится. Всё, на красный у нас четыре локомотива. Три из них двойных, что уже хорошо. И красный ищет получает уникальную станцию. Супер. Печалька, что они прям целиком забиты и все ездят, и с этим ничего не сделаешь. Видите, он отсюда треугольников даже не забрал, потому что этот едет за треугольниками сверху. Что-то у меня немножечко подозрение, что мы можем до тысячи не дожить. Хотя сто человек осталось, как так-то, но... Да нет, до тысячи доживём. До тысячи доживём. Ну что, в таком количестве сто человек наберутся достаточно быстро. И у них развозят он по шесть, по двенадцать штук за раз. Угу. Не, нормально. Этот уровень мы с вами пройдём. Интересно, что после него откроется. Так, один тоннель. Ну, кстати, я сейчас на самом деле за тоннель не особо переживаю. Вроде как ситуация мне позволяет оставаться поспокойнее немножко. Забирай людей оттуда внизу. Ох, блин. У нас перегруз на фиолетовый получается. Там на фиолетовый нужно ещё что-то. При том, что у нас зелёный, до сих пор тупо два этих дырчика ездят. И у них всё в порядке в жизни. Приехал, сгрузил такое со счастливым лицом. Так, локомотив... Ооо, два туннеля, давай. Я бы вагон предпочёл бы сейчас. Ну, всё, у нас тысячи есть. Хорошо. У нас есть два туннеля. Так, станция поедет здесь. На фиолетовый я могу ещё один отправить, да? Или на зелёный. Давайте, наверное, на фиолетовый. Ну, хорош уже, с уникальными станциями. Давайте попробуем с помощью фиолетового дренировать вот эту станцию. Я не знаю, насколько у нас-то получится. Офигенно. Заберите вот здесь, пожалуйста. Я сейчас из-за этого проиграю, да? Всё, эта станция лопнула. Потому что никто просто не забрал вовремя. Блин, настолько глупо. Я же мог с этим что-то сделать. Я мог что-то перенаправить, поставить туда пояс. Ладно, ребятушки. Сегодня немножко подольше проиграю. Кстати, обе игры мы, ну, зашли за тысячу, так что выиграли. Интересно, что нам открылось. Стокгольм. Блин, а тут ещё много. О, Каир, кстати, есть. Удивительно, очень далеко открытый. Чунцин. Оукленд. Не, у нас ещё есть тут во что поиграть. Есть ещё непройденные. Есть Каир, есть Стокгольм. Осака у нас... Я не знаю, считается ли оно пройденным таким образом. То, что я его проходил в Деликах, а не здесь. Опять же, Барселона пройдена. Вон, в Гонконге мы в прошлый раз не дотянули. Ладно, ребятушки. Думаю, это всё. Будем заканчивать на сегодня. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра-бобра. Всем молодушек. Всем пакета. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!